Жители Шимкенского микрорайона Туран обратились в нашу редакцию, чтобы привлечь внимание властей к условиям, в которых им приходится жить. Просить чиновников люди устали, да и обещаниям они уже не очень верят. Микрорайон Туран власти называют перспективным, там решили строить и школы, и элитное жилье, и парки. Правда, пока даже коммунальные проблемы тех, кто там уже живет, решить не удается. Марина Низовкина о том, когда спасение замерзающих, дело рук самих замерзающих. Печки-буржуйки в комнатах и клеенки на окнах жители микрорайона Туран спасают от холода. Это такая альтернатива отопительной системе по-шумкенски. Здесь научились вечера коротать при тусклых лампочках и свечках, питьевую воду покупать и обогревать жилище не как в мегаполисе, а как в самом отдаленном ауле. Было полностью, почти 90% заселенных здесь, но отсутствует полностью коммуникация, понимаете. Поэтому мы бы просили, значит, руководство Акима, вот пока шли, значит, строительство агрессии под станции электрические, нужно было бы ввести параллельно частные, да, внутрепоселковые газофикации и водопроводы, соответственно, электрификации. Сейчас в данное время просто люди выживают. Микрорайон Туран существует на окраине Шемкента лет 10, там 800 частных домов. Года 4 назад его решили превратить в современный благоустроенный район по принципу «город в городе». Правда, за все годы реализации проекта построили по госпрограмме несколько многоэтажных домов и заасфальтировали десяток улиц. А вот до проблем жителей частных домов руки у чиновников все никак не доходят. Мол, для газоснабжения существующих мощностей города не хватает. И все будет после окончания строительства газораспределительной станции номер 3. Чиновники уверяют, ее-то построили, но теперь дело за малым – проложить внутриквартальные сети. Жители недоумевают, почему это нельзя было делать одновременно. Микрорайон Туран мы обеспечим с газом в следующем году. В этом году мы закончили магистральный трубопровод, а на следующем году внутриквартальных трубопроводов мы проведем, посады уже готовы. Чиновники обещают, будет в микрорайоне и вода, и электричество, правда, только на следующий год. Для них тоже сделали только магистральные трубопроводы, поэтому жителям Турана придется опять ждать. А между тем, многие уже оставили свои холодные дома и снимают в аренду жилье, чтобы не замерзнуть. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атомикен Бизнес, Шимкент.